Чипировать или не чипировать? Вот в чем вопрос. Им задаются все больше и больше владельцы питомцев. Зачем нужен чип, как он работает и насколько безопасен? Давайте разбираться вместе. Еще в детстве Дарья мечтала завести собаку, но все как-то не получалось. Решила, пока в квартире домашними любимицами будут кошки. Потом уже подросла ее дочка и желание мама разделила. Так 1 сентября в семье Лохачевых появился щенок. Мы смотрели через социальные сети и увидели очень очаровательного малыша. Назвали его Джеком. А порода оказалась смешанной метиста Джек Рассел с чехла. К появлению нового члена семьи подошла со всей ответственностью. Выбирала игрушки, читала литературу. В новом доме Непоседа сразу же начал наводить свои порядки. В первое время он был еще не привит у нас. Ему нужно будет оказаться дома. Соответственно, все было уложено этими пеленками, игрушками. Собачка очень активно начала играть с разными предметами. И доходило так, что даже тапочки наши мы находили в разных местах. К здоровью питомца в семье Дарья относится серьезно. Все необходимые осмотры и процедуры делают вовремя. О новом законе об ответственном обращении с животными хозяйка Джеки узнала из социальных сетей. Мы начали уже делать вакцинацию. Прошли мы первую. Соответственно, спустя промежуток две недели мы сделали второй. И в тот момент мы уже, поскольку выпустили этот законопроект о чипировании, мы сделали в один день и чипирование, и последнюю вакцинацию для Джеки. Для Оксаны Улитиной восьмилетний пудель по кличке Хьюга не просто собака, а любимый ребенок. Она с ним всегда и везде. За здоровьем питомца женщина тоже следит. Но на чипирование не решается. Для всех, чтобы это было обязательное, я считаю, что я бы не стала бы и не буду чипировать, потому что у меня есть с кем собаку оставить в поездке. Убегать он от меня, как говорится, никуда. Мы всегда вместе на поводке или же рядышком. Нет смысла мне чипировать. Оветврачи уверены, смысл есть. Тем более, эта процедура обязательная. С 1 сентября хозяевам и их питомцам нужно наведаться в государственную клинику, чтобы доктор внес четвероногого в единую базу данных Подмосковья. Так его будет легче найти в случае пропажи. А еще это должно уберечь владельцев от необдуманных поступков. Чипирование проходит путем укола и через устройство, в которое вовнутрь, в сам стержень введен микрочип, подкожно вводится чип. Врачи утверждают, много времени процедура не займет, а побочные эффекты отсутствуют. Дополнительные анализы сдавать не нужно. Никаких ограничений по возрасту для собак нет. Ни снижение иммунитета, ни болезненности, кроме самой инъекции при повышенной чувствительности, скажем так, у мелких собак. Никаких проблем со здоровьем быть не может. Ну, стоит отметить, конечно, что если есть какие-то дерматологические проблемы, кожный покров лучше обработать там спиртовым раствором. Впрочем, время на принятие решения есть. Зарегистрировать питомца нужно до конца этого года. Карина Еляшева, Станислав Трифонов, Олег Мещерский, телекомпания Одинсова.